Станислав Клыбек против Мурада Дулбекова Ну что же, категория до 84 килограммов Более тяжелых спортсменов сегодня в ринге не было И вот так на первых секундах мощнейшими лоу-киками обмениваются бойцы Затем Станислав Клыбек наносит еще два лоу-кика Причем оба попадают очень болезненные удары по внутренней стороне бедра Мурада Дулбекова Еще один внутренний лоу-кик пробил Станислав Клыбек Пытался прорваться на ближнюю дистанцию Мурад Дулбеков Но с легкостью ушел на безопасное расстояние Клыбек Обратите внимание, очень увесистые лоу-кики у Станислава Клыбека Что Мураду пришлось аж как-то ногу подобрать И вот сейчас сам Абдулбеков также отвечает подобным выпадом В левше сражается Клыбек в правосторонней стойке Стойке правши в левосторонней Абдулбеков Вот сейчас навстречу попытка тейкдауна от Абдулбекова Принял на себя удар Абдулбеков В общем, как такую плату за этот тейкдаун Тейкдаун успешный И посмотрим, как Абдулбеков сейчас сможет ли отконтролировать Клыбека в партере Вы вот как раз, Вадим, говорили, что Одним из примеров для подражания для Мурада Абдулбекова является Хабиб Нурмагомедов Но, в общем-то, мы знаем этого бойца как одного из лучших в мире как раз по этому компоненту По контролю в партере Клыбек обороняется, закрыл гант Призывает его сейчас поработать руками Навстречу Вот предплечем сейчас в лицо Клыбеку попадает Абдулбеков Даже не локтем, но очень мощно включается Абдулбеков Хаммерфисты выбрасывает с разных сторон Отрабатывает в голову Клыбекова Да, и бойцы друг друга не щадят Если в дебюте поединка очень мощные лоу-кики выбрасывал Станислав Клыбек То сейчас в положении гард Весьма и весьма увесисто Абдулбеков загружает как ударами по корпусу боковыми, так и хаммерфистами Вообще дважды сейчас попал Абдулбеков в голову Клыбеку Несмотря на все рекомендации угла В общем, на мой субъективный взгляд Здесь, наверное, Клыбеку лучше было бы как-то Вот так именно вести себя Выпутывается Клыбек Выводить бедра из-под соперника и попытаться встать Но Абдулбеков не собирается Выпускать соперника из этой явно неудобной, невыгодной для него позиции Ну а Клыбек отчаянно пытается вылезти из зоны обстрела И получается И за счет этого Клыбек встает на ноги Остается две минуты до окончания первого раунда Попробовал пробить коленом Станислав Клыбек, поднимаясь Но на счастье от Абдулбекова этот удар пришелся мимо Самое интересное, что среди вип-гостей турнира Неоднократно мы можем наблюдать героя России Виктора Казанцева Для тех, кто... для более молодых наших зрителей Скажу, что Виктор Германович Казанцев Генерал армии, герой Российской Федерации И в начале нулевых годов с 2000 по 2004 был полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Ну и вот, кто бы мог подумать И Виктору Казанцеву тоже не чуждуют поединки по смешанным единоборствам Представители силовых структур часто связаны напрямую с различными единоборствами И вот этот вечер четверга в Краснодаре Я думаю, что посетили многие, кто связаны с полицией и с другими, в общем, силовыми ведомствами Тем временем Станислав Клыбек продолжает идти вперед И продолжает он делать акцент на свои увесистые лоу-кики И в принципе можно сказать, что подобный напор он абсолютно оправдан Раз за разом не успевает Мурат Абдулбеков Прикватить ногу Станислава Клыбека Пытается встречать Абдулбека Вот сейчас попадает правым прямым Вот, пожалуй, именно в таких вариантах откроется успех для Мурата Абдулбекова Упреждать атаки соперника Ого, двойка какая сейчас С двойной правой Да, где-то даже чуть-чуть поплыл Где-то чуть-чуть поплыл Станислав Клыбек Попытался тут же ответить боковым Но очень смазанно, не акцентированно Ну и что? Окончен раунд Хороший, очень ровный раунд И, по-моему, здесь тяжело придется судьям Потому что, с одной стороны, отработал первым номером Станислав Клыбек Огромное количество он выбросил и попал Увесистых лоу-киков С другой стороны, в партере Тейкдаун на счету Мурата Абдулбекова Отконтролировал он более минуты Я думаю, около примерно двух минут Он Станислава Клыбека И концовку, наверное, забрал все-таки Абдулбеков Посмотрим, впереди второй раунд Ну и я думаю, что во втором раунде Как раз-таки, учитывая, насколько энергозатратно работали спортсмены Первую пятиминутку Как раз-таки во втором раунде на первый план Выйдут морально-волевые качества Функциональная подготовка Еще раз смотрим повтор наиболее интересных эпизодов Атак в первом раунде Было очень много выброшено ударов Была также и борьба в партере Да, тяжелые удары пропускал Станислав Клыбек Ну и не менее тяжелые лоу-кики Отвешивал он В сторону Мурата Абдулбекова Кстати, вот по манере двигаться Абдулбекова никак не скажет Что вот такое количество лоу-киков он пропустил Не убирает ногу, продолжает, в общем-то, вот так и удерживать И сейчас сразу же могучий хай-кик от Станислава Клыбека В начале второго раунда Бэкфист выбрасывает Абдулбека, приходится он по защите В первом раунде на каждый выпад соперника пытался одиночными или серийными какими-то выпадами отвечать Станислав Клыбек Но вот сейчас бросается в глаза именно уже то, что преимущество в скорости, если оно и было у Клыбека в первом раунде Сейчас отсутствует скорость ударов, скорость передвижения Клыбека упала Ну и несколько смазанно сейчас контратакует Станислав Клыбек И как-то даже более напористо, что ли, выглядит Абдулбеков Хотя вот опять получается лоу-кик, внутренний лоу-кик у Станислава Клыбека И если так дальше и пойдет, то тяжело станет передвигаться Абдулбекову, потому как болевой порог он все-таки не безграничен Мощнейшая левая нога Станислава Клыбека продолжает доставлять немало неприятностей, хлофот Абдулбекову Но Клыбек, судя по всему, на фоне усталости теперь уже действует очень однообразно То есть мы видим или одиночные лоу-кики, или одиночные хай-кики И все чаще напарывается Станислав Клыбек на ответные встречные атаки Мурада Абдулбекова Который выглядит тоже, кстати, уставшим, но все-таки полегче, по разнообразней Да, немножечко посвежее пока что выглядит Мурад Абдулбеков И тоже, обратите внимание, не работает серийный Абдулбеков Больше уповая пока на одиночные удары, но вот сейчас была попытка тейкдауна Да, и прошел апперкут у Абдулбекова, затем неудачный тейкдаун И вновь лоу-киком попадает Станислав Клыбек Также набиты ноги у Абдулбекова, если после такого количества пропущенных лоу-киков Он продолжает двигаться и двигается весьма и весьма неплохо Двойка выбрасывает Абдулбеков, а проходит она мимо цели Еще один лоу-кик от Клыбека А сейчас навстречу правый прямой, очередной проходит Абдулбекова Опять с прямой правой попадает Мурад Но вот складывается ощущение, что во втором раунде Абдулбеков все-таки, может быть, с минимальным преимуществом Но перестреливает своего оппонента по точности ударов и по количеству выборочных ударов Как вам кажется, нет? Левый лоу-кик от Клыбека против правого прямого Мурада Абдулбекова Вот такая сейчас дуэль Но сложно сказать, кто кого перестреливает Я думаю, что судьи посчитают это досконально У меня лично складывается и по ходу первого, и по ходу второго раунда Впечатление, что поединок очень ровный, очень конкурентный И кому-то вот так просто сходу отдать преимущество Достаточно сложно Но сейчас едва не продолжился поединок на судейском столике К счастью, вовремя это пресекли И возвращается в центр ринга бойцы Тяжело дышит Станислав Клыбек Не менее тяжело дышит Мурада Абдулбеков Но тем не менее попадает сейчас как раз таки боец из Астрахани И ревет сейчас просто угол Абдулбекова Добивай, добивай Но не очень понятно, насколько потрясен здесь Клыбек Да, несколько тяжелых ударов он пропустил И действительно сейчас пытается форсировать ход этого поединка Абдулбеков Клинчует Клыбек Ну и происходит примерно та картина, которую я пытался предсказывать На первый план выходят морально-волевые качества и функционалка Очень важный момент сейчас раунда И проводит тейкдаун Мурат Абдулбеков Контролирует соперника сбоку Но он забирает концовку При прочих равных, как говорят в таких случаях По ходу этого раунда, как раз из-за концовки, из-за этого единственного тейкдауна Могут отдать победу Мурату Абдулбекову И с большой вероятностью так оно и будет О, как тяжело попадается сейчас Абдулбека Правда, большая загадка, как будут выглядеть в третьем раунде бойцы Очень много сил отдано И отдано было много сил еще в первом раунде И попытался сейчас выйти на гильотину Абдулбека Но, судя по всему, ему не хватило ни времени, ни сил Изможденно падает на конвас Станислав Клыбек А ведь впереди еще целый раунд Он просто твой, просто твой, сейчас говорят Станиславу Клыбеку Действительно очень важен как раз в таком состоянии, когда боец находится практически на пределе своих возможностей Донести до него, что сопернику не менее тяжело, а возможно еще и более тяжело, нежели самому бойцу Но, кстати, обратите внимание сейчас на разницу в состоянии между Станиславом Клыбеком и Мурату Абдулбекову Буквально умирает Клыбек И Абдулбеков выглядит намного более свежо Если вообще какой-то разговор о свежести сейчас можно заводить Но в данном случае свежесть можно наблюдать только у рефери и у рингео Тогда как бойцы измотаны очень прилично Да, вот как раз эпизод нам показывали, даже эпизоды от эпизода Той ситуации, когда Мурат Абдулбеков попал несколько раз очень тяжело Но Клыбек с честью вышел из этой сложной для себя ситуации Продолжается встреча, третий решающий раунд Станислав Клыбек против Мурата Абдулбекова, средняя весовая категория Еще один лоу-кик пробивает Станислав Клыбек Пытается он напирать, поменять ситуацию как-то Потому как в танцовке второго раунда все-таки при прочих равных Абдулбеков выглядел попредпочтительнее, поактивнее Опять же, если сравнивать общее функциональное состояние Вот следует команда ручки выше, но в принципе ее можно адресовать как одному, так и другому бойцу Но не так-то просто держать высоко руки в третьем раунде, когда они буквально наполнены Хорошая была сейчас Вот какой лоу-кик, как потряс сейчас буквально Станислав Клыбек И действительно, вот в конце концов его упорство было вознаграждено Но продолжает терпеть Мурата Абдулбеков И была неплохая серия в исполнении самого Мурата Такая серия классическая Левый джеб, правый прямой, затем лоу-кик вдогонку Но после этого как раз вот такое мощнейшее, сокрушительное попадание от Станислава Клыбека Кстати, больше он стал бить руками в начале третьего раунда И даже сейчас пытался подключить бэкфист, который пришелся, правда, по защите И очень далеко от цели Ну и в очередной раз Ой, какой пропустил сейчас прямой навстречу Станислав Клыбек Просто вот эти правые прямые, одиночные от Мурата Абдулбекова Сколько их уже напропускал по ходу этой встречи Станислав Клыбек Да, только диву дается Ну, какую интересную мы картину наблюдаем Вот сейчас хорошо зарядил хай-киком Станислав Клыбек Так вот, продолжение мысли Один пропускает лоу-кики и терпит Другой пропускает прямые в голову и тоже терпит Да, и с одной стороны, в общем, есть удары в голову С другой стороны, все-таки лоу-кики Это удары по нижнему этажу Очень интересно, как считают судьи Как, в общем, одинаково акцентированные удары И я думаю, что никто не сможет поспорить с тем, что удары эти именно акцентированы Или все-таки отдают предпочтение Мурата Абдулбекову Потому что его удары приходятся, в общем, именно в голову Ну, а Мурат Абдулбеков тем временем провел еще один тейкдаун И, возможно, сейчас как раз-таки он попытается найти свою удачу Именно в этом компоненте Заявлял он неоднократно перед своими поединками Что акцент как раз-таки делает на технику портери О, как устал-то уже Клыбек Видели сейчас? Просто наклонился он Опустив руки Да, из последних сил Буквально шатает уже Вот мы видели недавно один из последних белаторов Да, Дада 5000 против Кимбо Слайса И там была зафиксирована уникальная ситуация Победа техническим нокаутом В результате падения бойца от усталости Вот сейчас уже постепенно Станислав Клыбек приближается к этому порогу Да, действительно И тогда у Дада 5000 было Самое настоящее обезвоживание И он оказался чуть ли не в реанимации Очень много тогда было дискуссий И в интернете И вообще в среде любителей смешанных единоборств Зачем нужны такие поединки? Но что бы там ни было Если этот поединок обсуждают Значит он зачем-то был нужен У нас продолжается встреча между Мурадом Абдулбековым И Станиславом Клыбеком Встреча, насколько это возможно На таких встречных курсах И сейчас вновь Ох, как сейчас попал Станислав Клыбек Да, ситуация Попадает правым прямым Абдулбеков И одновременно пропускает лоу-кик от Клыбека Попытался сейчас забросить Ой, удар с разворота следует Как Станислава Клыбека Но выдержал Выдержал Мурад Абдулбеков И В очередной раз попадает прямым Сколько же терпения у этих ребят Сколько выносливости Пошла последняя минута третьего раунда Опущены руки Абдулбекова Забрасывает один за другим хайкики Станислав Клыбек Но Чтобы победить все-таки надо одному или другому взорваться Иначе судьи будут думать очень долго и нудно На каком-то взрыве здесь уже не идет речи даже Хотя бы сделать серию из двух-трех ударов Да, скорее какое-то тление здесь наблюдается Последние силы Уже, я думаю, что сейчас просто бойцы думают Как бы достоять до конца этот поединок Оба изрядно уже наелись, как мы видим Сумасшедший бой Вот так, казалось, взрывается овациями Угол Клыбека уверен в победе Зрители аплодируют Но я думаю, что сейчас просто досконально будут судьи считать Количество технико-тактических действий По ходу первого раунда По ходу второго, по ходу третьего Но для тех телезрителей, которые резко включают Редко смотрят смешанное единоборство Напомню, что здесь каждый раунд считается отдельно Победителю в каждой пяти минутке присуждается Десять баллов проигравшему Как правило, девять А если было какое-то сокрушительное преимущество То 8 баллов То есть, соответственно, или если было замечание Если отнимали бал у кого-то То тогда может быть преимущество в 2 балла Или ничья по ходу раунда Но, не знаю, на мой взгляд Первый раунд был равным Во втором раунде за счет концовки И за счет тейкдауна Забрал Абдулбеков Ну, а в третьем затрудняю себя сказать Как вы считаете? Третий более-менее тоже равным получился Поэтому, не знаю Если, знаете, как забыть о цифрах Если не вести турбулезного подсчета на картах То бой выглядит как ничейный Ну, на мой скромный взгляд И, судя по всему, исходя из такого положения Сейчас все решат те самые цифры И тактико-технические действия За которыми следили Участники судейской коллегии Ну что же Ашета Шугян уже знает Кто же стал победителем этой встречи В этом бою Раздельным решением сути Победу одержал боец В синем углу ринга Из города Астрахань Мурат Абдулбеков А так очень странно В синем углу ринга Поднимает руку бойцу из красного угла Ну, что ж Мурат Абдулбеков, в общем-то Но, видимо, за счет второго раунда Вполне возможно Ну, что ж Мурат Абдулбеков победил А Станислав Клыбек Город Краснодар В моральном плане не проиграл А просто уступил Можно так это назвать Да, такой прекрасный турнир И за вашу поддержку Спасибо Ну, первое поражение потерпел в карьере Станислав Клыбек